Пожалуй, это первое относительно спокойное собрание на заводе «Арлекс». Спустя почти неделю после массового сокращения не то чтобы возмущения поутихли. Посмотрите, что делается, если зайти в любой цех. Инструментальный цех гремел. Стояло столько оборудования. Вы даже умудрились за время нашего отсутствия, когда нас отпустили без содержания, вы даже разграбили, тумбочки все поутащили. Что это такое? Куда вы дели? Где деньги? Где зарплата наша? Как нам людям, вот Иванову, Петрову, Сидорову, откуда мы знаем, пойдем мы завтра на «Промтекс» или нет? Если сейчас завод «Арлекс» посредством «Промтекса» не начнет работать, это в принципе будет позор для всей Орловской области, что мы не смогли сохранить это предприятие. Просто накануне в областной администрации прошло расширенное совещание, посвященное дальнейшей судьбе «Арлекса». Первое такое, так сказать, позитивное. Вот все как-то было, ну, постольку-поскольку. Вот вчера конкретно Александр Юрьевич конкретно поставил задачи документацию передать. Значит, администрация будет помогать. С комитетом кредиторов будет встречаться администрация в области. Продолжить дело в июле 2015-го должен был «Промтекс», созданный инвестором Олегом Карпиковым. Ему удалось получить решение Министерства обороны на продолжение выпуска продукции военного назначения на новую компанию. Главная загвоздка была в передаче документации общегражданского назначения, которое не оказалось на балансе у завода банкрота. Этот вопрос плюс аренда, плюс плата за аренду и все остальное, которое связано с рабочим процессом, самого «Промтекс» будет вынесено, как сказал правильный Александр Юрьевич, на собрание кредиторов. Не могу сказать, что все очень просто и легко. Нет. Все достаточно, ну, я бы не сказал, но достаточно сложные ситуации. Сложную ситуацию удалось сдвинуть с мертвой точки. Решение было принято на уровне губернатора. На этой неделе руководство «Промтекса» может начать перемещение технологического оборудования. Об этом в понедельник вечером первый замгубернатора говорил журналистам. Это же озвучили во вторник утром на собрании бывшим сотрудникам «Арлекса». В целом, да. Мы как бы думаем, что договорились с помощью нашего губернатора, поддержки нашей власти областной, то, что мы будем работать. Пока еще есть надежда, поэтому настроение неплохое. Я не думал, что совсем до конца развалять. Я так считаю, что если стране нужны приборы, значит, кто-то должен об этом тоже не забывать. У меня есть определенная надежда, что эти вопросы будут решены. Понимаете, в чем вопрос? Вот на сегодняшний день получается так, что это больше всего надо якобы мне, якобы трудовому коллективу. Если, скажем, хватит настойчивости у администрации области и хватит понимания у конкурсного управляющего найти пути и как можно быстрее содействовать перезапуску «Арлекса», то есть «Промтекса», тогда это все получится. Собрание кредиторов, на котором будут решены вопросы по передаче документации и размере платы за аренду двух цехов, состоится через две недели. Тогда же станет ясно, к какому результату придут стороны. Сразу после этого начнут принимать в новое предприятие сокращенный ранее коллектив. Мы должны будем своими силами, мы это уже обсуждали, действительно сделать реорганизацию перемещения имущества, оборудования, оснастки внутри площадки. И за этим перемещением потянется ряд вопросов энергообеспечения, сохранности, запуска. Сегодня же руководство «Промтекса» сделало предложение по трудоустройству сотрудникам цеха снабжения завода «Арлекс». Виктория Юркова, Павел Джумабаев, Антон Яковлев. Телеканал Первый областной.